Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Порты закрыты, грузы остановились, им отправлять никуда. Сейчас нашли, как можно грузить на Европу. То есть Европа от наших товаров не отказывается, несмотря на введенные санкции. Все готовы покупать, готовы платить. Сами нам подсказывают, через какие банки можно совершать транзакции. Сложнее дело обстоит у фанерных производств, потому что они грузили на Америку, Канаду, Южную Америку. Там нужны очень большие пароходы, через океаны надо идти. А то, что касается небольших морских путей, вот это уже, так сказать, работает. Президент Владимир Путин на этой неделе на совещании по поддержке регионов заявил, что санкции нанесли удар по всей глобальной экономике и торговле. Аресты зарубежных активов должны научить российский бизнес, что вкладывать средства нужно в свою страну. Программа Экономика. Кировские предприятия предупредили об увольнении 500 человек. Цифра на 30% меньше, чем год назад на эту же дату. Это данные из службы занятости населения Кировской области, представленные правительству региона, где взяли на контроль ситуацию с безработицей. Пока сильного роста числа людей, ищущих работу, не отмечается, говорят чиновники. Безработными зарегистрировано чуть более 6 тысяч граждан. Это вдвое меньше, чем год назад. На каждого ищущего работу жителя региона приходится две вакансии. Большинство свободных мест в сферах обрабатывающего производства, госуправления, торговли, здравоохранения и сельского хозяйства. Экономика. На 101 ФМ. У сервисов по поиску работы в Кирове другие данные по числу вакансий и резюме. По данным ХХРУ, на одну активную вакансию в нашем регионе приходится в среднем три резюме. Специалисты называют такую ситуацию пониженным уровнем конкуренции в пользу соискателя. Оптимальный уровень конкуренции – 5-6 резюме на вакансию. Он позволяет и работодателям, и соискателям не испытывать сложностей. Самая низкая конкуренция среди соискателей сейчас в таких сферах, как добыча сырья, медицина, фармацевтика, страхование, строительство, недвижимость, где на одно резюме приходится примерно по две вакансии. Экономика. В завершении курсов валют Центробанк понизил доллар и евро накануне. Доллар стоит 104 рубля 80 копеек. Официальный евро – 115 рублей 93 копейки. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101ФМ.